МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Город С в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! Приближается лето, и это значит, подходит к концу очередной театральный сезон. Каким он был для муниципального театра Самарская площадь? Благодаря чему сам театр стал для самарчан по-настоящему семейным? И что ждать зрителям от творческого коллектива под занавес? Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. И с удовольствием представлю мою гостью. Это исполнительный директор театра Самарской площади, заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте. В начале встречи хочу напомнить нашим телезрителям, что лично для вас этот театральный сезон необычный, он юбилейный. Поэтому, прежде всего, примите от нас самые сердечные поздравления и пожелания новых творческих успехов. И, конечно же, не просто так. Этот театральный сезон начался с премьеры, и это был ваш бенефис. Спектакль, который поставил художный руководитель театра Евгений Борисович Дробышев по произведению Сумерсета Майема, театр. И в этом спектакле вы сыграли блистательную Джулию Ламберт, как мы все знаем, актрису, звезду. Наталья Юрьевна, поделитесь, пожалуйста, вот вашими впечатлениями от этого события. Насколько, во-первых, это было для вас значимо, и насколько вы себя играли в этом спектакле? Ну, во-первых, спасибо за поздравления. Я уже даже подзабыла, что юбилейный сезон действительно, и именно сезон начался с моего бенефиса, поскольку у меня и юбилей в сентябре. Что касается этой премьеры, я могу честно поделиться, то, что мы работали над ней очень трудно. Очень трудно и очень долго. Начнем с того, что это не пьеса, а все-таки произведение. И за последние годы я посмотрела, когда мы взяли к постановке, что много театров брали именно на бенефисы актрис. В Москве очень много брали этот роман «Моэма». И каждый театр сценарий делал сам. И спектакли я эти не смотрела, но читала рецензии. Каждый делал под актрису, каждый делал свою авторскую версию, и каждый режиссер делал действительно свою авторскую версию. Роман большой, и он позволяет многие главы убирать. Одни режиссеры убирают одни главы, другие убирают совершенно другие куски из романа. Потому что весь роман поставить невозможно. Конечно. Но есть где развернуться. Есть где развернуться, это правда, потому что жизнь театра мы знаем изнутри. Но работа у нас действительно, повторюсь, была очень трудная. У нас с Евгением Борисовичем было много достаточно разногласий. Но тем не менее мы смогли как-то прийти к единому мнению. Ну, за столько лет мы с ним уже научились. Все разногласия творческие. Но все-таки ваша Джулия Ламберт была такая авторская. Авторская, абсолютно авторская. Никого не повторила? Ну уж во всяком случае, киноверсию точно не повторила. Это мнение зрителей, мне только ленивый об этом не сказал, что это совсем другое. Это вот просто совсем другое даже. И никто не сравнил. Просто сказали, это совершенно другое. Это более серьезный материал. Это более такое... Ну, совсем другое. Ну, потому что и вы другая. Вот я и задала вам вопрос, насколько вы себя-то сыграли в этой роли? Ну, вы знаете, наверное, там есть что-то автобиографичное. Получилось само собой, потому что на протяжении стольких лет работает бок о бок со своим супругом, да, тут очень много каких-то моментов все равно появляется. Профессиональных. В первую очередь профессиональных. Конечно, конечно. Мы сегодня говорим в первую очередь о профессии. Да, о взаимоотношениях. Это... Такие моменты были, но сказать, что это вот как-то очень близко к нашей истории, нет, конечно. Нет. Ну, сам бенефис, конечно, это очень яркое событие в жизни актрисы. Это очень яркое событие. И, наверное, может быть, и трудно шло из-за того, что я поклялась, что больше никогда, вот, день в день не делать бенефисы и премьеры одновременно, потому что идет такая двойная ответственность. Всегда перед премьерой волнуешься. А тут еще и бенефис. Но это не совпадение. Это специально просто делали еще и день в день с настоящим юбилеем. И такой, ну, очень большой груз был. Ну, двойная ответственность, конечно. Я бы даже сказала, тройная. Ну, хороший был задел, такой старт в начале сезона. Ну, вот посмотрите, бенефис был 22 сентября, а вот совсем недавно, можно сказать, по-моему, 11 апреля, вы получили какую-то награду от Союза Женщин России. Это что за награда? За что? Была очень неожиданная для меня награда. Очень неожиданная. Во-первых, потому что награда пришла из Москвы, из Всероссийского Союза Женщин. Да, я много лет состою в правлении городского Союза Женщин, нашего городского округа Самара. Конечно же, мы, естественно, сотрудничаем и с областным, но то, что пришло из Всероссийского Союза мне награды. Это для меня было удивительно, очень-очень неожиданно, но и, конечно, приятно. Но это же и не последняя эта награда, такая неожиданная и приятная. Вы получили не менее приятную, может быть, даже более значимую для вас награду от Азарова? Да. Губернатор в марте мне вручил награду. Это высокая награда за служение людям. Эта награда действительно очень дорога мне, я ей горжусь, потому что служение людям это заложено, во-первых, в нашей профессии. У нас даже не принято говорить, мы работаем в театре, я работаю в театре, мы говорим, я служу в театре. На театре, да, говорят так. И, конечно же, подразумевается, что это служение искусству, служение сцене, но на самом деле нет искусства без зрителей. Нашего исполнительского искусства, актерское искусство, это исполнительское, оно не существует без зрителей. И поэтому, безусловно, мы, конечно же, служим людям. Ну и вся моя общественная деятельность, я так сложилась, что я и занимаюсь, и как директор театра, мы занимаемся много благотворительностью, у нас очень много социокультурных проектов, это тоже все для людей. Поэтому эта награда, она действительно, она мне дорогого стоит. И я ее приняла не только как награду за мою уже проделанную деятельность, но и как большой аванс на будущее. Это правильно. Никогда не надо останавливаться на достигнутом. Да. А вы можете ли сегодня уже, хотя театральный сезон еще продолжается, можете ли вы уже сегодня отметить все-таки какие-то главные победы театра, всего творческого коллектива? Возможно, случились какие-то открытия? Возможно, вы открыли нового актера в вашей трупе, нового автора, новую тему или подачу этой старой темы по-новому? Действительно, итоги подводить пока еще рано, потому что еще два месяца у нас впереди, мы работаем. 7 июля у вас, по-моему, последний спектакль стоит. Да, июля. Да. Поэтому мы ждем всех зрителей в гости к нам в театр. Вы знаете, если говорить о победах, наверное, мы уже переросли вот это понятие работать на победу, вот, потому что, ну, все-таки, мы не спорт. Я, если честно, и не очень вот эти конкурсы, вот, ну, это лично я, да, не очень уже эти конкурсы. Молодые-то, наверное, актеры все равно состязаются. И молодым надо, и нам надо, всем нужно, всем приятно получать награды, заслугу, это да. Но на самом деле, как я всегда говорю, ну, все-таки мы не спортсмены. Это не главное. Мы работаем не ради наград и не ради побед. Вот. И тем не менее, у нас были награды, были победы. Но всегда, вспоминая, как прошел сезон, ну, большая часть сезона, в первую очередь, вспоминаешь премьеры, фестивали, награды и если были в сезоне юбилеи. Так вот, у нас в этом году было два юбилея, два бенефиса. Это мой бенефис, о котором мы уже говорили, который, несмотря на то, что мы трудно работали, спектакль состоялся, и любим зрителям сейчас это уже понятно, и это вдвойне приятно. Не зря мучились. Не зря мучились, действительно. И второй бенефис был у Елены Остапенко, нашей актрисы, любимец зрителей. Тоже с большим стажем. С большим стажем актриса. Актриса, которая имеет у нас в репертуаре очень много ролей, разноплановых ролей, которые еще находятся в такой прекрасной форме и в таком прекрасном возрасте, и я думаю, что еще лучшие роли и не сыграны широчайший диапазон у нее, плюс вокальные данные. То есть она выбрала крайне сложную форму бенефиса. Это бенефис исповеди. Она как бы говорила о своей жизни. Да, это непросто. Да, это непросто. Хотя перед этим сдали мы вторую премьеру фанатки, где у нее очень замечательная роль, и Евгений Борисович предлагал ей именно эту роль на бенефис. Ну, роль не центральная, она говорит, ну, нет, на бенефис будет быть, эта роль не годится. Вот. И, в принципе, ни она не пожалела, ни зрители не пожалели, что случилось практически два бенефиса, потому что ее роль, которую она посчитала не очень значительной в спектакле, она, конечно, фееричной получилась. Это роль мамы в спектакле фанатки, который сразу же вошел в тупо в спектакль. Премьерный спектакль. В декабре он состоялся. И она получила награду за нее на театральный музей. На театральный музей. На театральный музей получила. Да, за роль второго плана. Вот. И плюс еще получился шикарный бенефис. Шикарный бенефис. Волго-театральная тоже отметила ваш театр? Волго-театральная отметила наш театр. Вашу личную работу тоже, кстати. Да, моя личная работа, это тоже роль второго плана женская. Шут Балакирев. За Шут Балакирев. Императрицу однако выиграли. Императрицу однако. И роль Шута, собственно, Роман Лёхсин. Молодой актёр. Это лучшая роль молодого актёра. Очень рада за него. Вот видите, всё-таки новое имя такое заблистало. Открытие такое всё-таки сезона. Когда молодой актёр так у вас заблистал. Ну, Рома давно у нас в театре. И у него целая плеяда хороших ролей. Хороших ролей. И награды до этого были. Но вот так, чтобы именно лучшая роль. В Самаре, да, он получил впервые. Но на самом деле у Рома очень много хороших ролей. И он очень хороший актёр. Я бы не сказала, что он такой вот уж совсем юный актёр. То есть он... То есть он молодой, но он уже опытный. Опытный. Он уже достаточно опытный. Опытный, имеющий достаточно много серьёзных ролей. Да, серьёзных, больших ролей. Но я рада, что он получил именно вот эту награду. Да, потому что всё равно, всё равно, такие награды, как бы, они ожидаемы, но всегда неожиданные. Они, конечно, всегда всё равно важны. Ну, конечно. Для актёра, конечно, очень значимы, я так думаю. Скажите, Наталья Юрьевна, всё-таки все ли творческие планы вот на этот сезон удалось реализовать? Или что-то осталось незавершённым, по каким-то неожиданным, может быть, причинам? От разочарований вот вас уберегла судьба или нет в этом сезоне? Нет, ну, разочарований, по большому счёту, не было у нас никаких, да и по малому счёту тоже. Жизнь в театре – это всегда здесь и сейчас, это всегда предлагаемые обстоятельства, всегда корректируются какие-то вещи, и творчество – это такое дело. Ну, то есть, ну, всё-таки в целом всё по плану. В целом всё по плану, в целом всё по плану. Какие-то вещи, может быть, хотелось сделать раньше, но мы их до конца года сделаем. Мы ведь ведём двойную жизнь. Мы и сезонами живём, и календарным годом. Это да. Вообще, как вы разрываетесь, вот это прям трудно даже представить. О театре «Самарская площадь» часто говорят, как о семейном театре. Я лично очень часто слышу такие разговоры. И семья, понятно, что прежде всего опирается на традиции. И я знаю, что ставить в новогодние праздники спектакль «Долгий рождественский обед» – это давно стало вашей традицией, традицией вашего театра. И самое удивительное то, что и многие семьи ходят на этот спектакль тоже уже по традиции не один год. Просто по традиции вот на Рождество они идут смотреть этот спектакль в ваш театр. Им не надоедает. Они получают какие-то новые всё время эмоции и впечатления. Ну вот это удивительно, как мне кажется. И вот на ваш взгляд, всё-таки скажите, в чём секрет многолетнего успеха вот этого спектакля? Вы знаете, «Долгий рождественский обед» – далеко не единственный спектакль, который много лет в нашем репертуаре. Он всего лишь нам всего 12 лет. У нас есть ряд спектаклей, которые идут по 20 лет, по 25 лет. Есть спектакли, которые по 30 лет идут. Спектакль «Роддом» более 20 лет. Сейчас точно вам не скажу, 23, кажется, года. Но сыгран он более 700 раз. О нём уже ходят легенды. Для нас, Евгений Борисович, ему уже даже не совсем понятен этот феномен, когда действительно вот появляется спектакль, который входит в топ, но через какое-то время всё равно уступает «Роддому». Он всё равно уступает «Роддому». О нём сняты уже телепередачи. О нём действительно складываются уже и ходят легенды. Ну, феноменальная правда явление. Нам скульптуру подарил московский скульптор. У нас стоит фойе, посвящённый «Роддому», две беременные женщины на нём. Замечательно. Да. Ну, вы чем это можете объяснить, этот феномен? Ну, конкретно, если вы меня спросили про долгий рождественский обед... Вообще, вот спектакли «Долгожители». «Долгожители»? Да. Почему так долго, с неизменным успехом? Ну, вы знаете, отчасти, наверное, играет роль то, что зал у нас камерный. Но, с другой стороны, работаем мы очень много, интенсивно. И тоже спектакль «Роддом» у нас идёт каждую неделю. Если другие спектакли один, максимум два раза в месяц. Вот. То есть есть такие вот уникальные спектакли, которые действительно... Интерес к ним не исчезает. То есть тонкая такая тема подаётся очень камерно. И всегда это держит за живое. Мне кажется, ещё отличительная черта наших спектаклей, особенно спектаклей, которые поставил Евгений Борисович, а Евгений Борисович 90% репертуара ставит у нас, это то, что у нас даже самые грустные пьесы с таким не очень хорошим концом, как «Чайка», они всё равно имеют свет в конце тоннеля, он всё время как-то умеет вселить вот этот свет, вот эту надежду, нет какой-то беспросветности. И ещё он очень любит юмор. И даже... В комедии много, кстати, в театре. Хотя и в комедиях тоже заключены всегда очень какие-то темы. Вот, кстати, о фанатке вы говорили. Там же тоже есть. Это комедия? Это комедия. 90-е годы, комедия, но там дочки матери, отцы и дети, да? Дочки матери, там очень серьёзно прозвучало. Это правда. И в том же роддоме, когда просто женщины сохраняют детей, да, после этого спектакля. Хотя это комедия, комедия, все смеются, и всё. Наверное, во время смеха, во время юмора открываются сердца, и люди получают ту информацию, от которой они, наверное, бы закрылись, если бы им так назидательные, очень серьёзно говорили, что дети – это святое, их надо сохранять. Да, а когда вот посмеялись, посмеялись, вышли и всплакнули. А что-то у меня один, наверное, нужно второго. Или там нужно... Нет, кстати, такой обратной связи. Вам никто не сообщал, что вот посмотрели, впечатлились, да? Конечно, у нас есть связи, что оставили детей. Ну, это замечательно же. Поэтому вот и грамоты получили за служение людям. Действительно, такой вклад просто потрясающий. Ну, это служение людям. Вы знаете, я сейчас вспомнила, что на заре существования вашего театра, театра Самарской площади, он как-то всё-таки существовал как такая некая театральная лаборатория, творческая лаборатория, такой экспериментальный молодой театр. Вот мне интересно, когда вы сейчас уже, ваш театр оброс таким и статусом, и опытом, и своими зрителями, всё это есть, а вот место для эксперимента осталось, и вот в этом году, в этом театральном сезоне, вам удалось как-то поэкспериментировать? Вот, может быть, фанатка тоже немножечко оттуда, из этого эксперимента? Вы знаете, нам удаётся сохранять экспериментальность. С одной стороны, у нас действительно в репертуаре пьесы по большей части психологические, сейчас, в настоящее время, но тем не менее. Во-первых, мы приглашаем других режиссёров. Там Роман Габрио несколько лет тому назад поставил у нас дивергенцию по Гоголю «Ревизор». Это, конечно, не ревизор Гоголя в чистом виде, это авторский такой ревизор, который во всех отношениях экспериментальный, который тоже достаточно хорошо зашёл зрителям, особенно молодёжи. С другой стороны, нас не перестаёт удивлять Евгений Борисович. Когда «Кавказский меловой круг» он поставил на свой юбилей, я сказал, ну, даже меня удивил, даже меня удивил. Что касается фанаток, тоже смешение стилей, и в итоге тоже это комедия, ну, тут, может быть, где-то был узнаваемый, что в комедии вдруг такой серьёзный подход. Но что касается театра «Моэма», там же тоже все воспоминания мы построили практически, как я говорю, пантомим со словами. То есть мы с Олегом Сергеевым играем молодых Джулию и Майкла, это всё идёт очень быстро, в таком быстром темпе, и, по сути, такая как вот условность, такая как пантомима. Пластическая игра. Да, даже кто-то писал о том, что это такая вот пантомима, но только со словами, вот такие воспоминания. И весь первый акт идёт такой фееричный, это, ну, по сути, такая буфонада театральная, больше, наверное, гротеск. А второй акт вдруг раз, и психологический театр, люди, судьбы. И вот так хорошо вот это всё смешивать, и это держит, во-первых, зрителей в напряжении, всегда в хорошем таком настроении, что вдруг меняется. Как правильно, не помню, кто-то сказал, что пьеса, сыгранная на одной ноте, ну, это про музыкальную пьесу, но это можно отнести и к нам. Пьеса, сыгранная на одной ноте, это дурной вкус. Вот. И вот, на мой взгляд, Евгений Борисович сейчас очень мастерски это делает. Он делает и в Кавказском меловом круге, но по-другому. У нас проект получился у него прям очень хороший. Вот, поэтому к эксперименту... То есть место к эксперименту есть. Всегда есть. Это сохраняет молодость театра. Это, конечно, очень важно. Май. Это всегда долгие праздники, долгие выходные. Что подготовил ваш театр для самарской публики и особенно ко Дню Победы? И кого вы ждете на этот спектакль? Ну, майский репертуар у нас, как и все месяцы, мы играем весь... все свои репертуарные предложения. Что касается Дню Победы, конечно же, мы играем тематический спектакль «Красное вино Победы», который уже тоже не первый сезон у нас в театре. но тоже вот как-то очень хорошо существует и очень нравится зрителям, поэтому мы от него пока не отказываемся. Но к следующему году наверняка к юбилею что-то будем ставить новое. Вот, поэтому с 7-го, 8-го... Причем он пользуется спросом. Восьмого мы играем на своей базе у себя в театре, а с 7-го мы выезжаем с этим спектаклем. У нас он выездной, нас его просят вывозить. А кто приходит на эти спектакли? Вот возрастная категория. Вы знаете, совершенно разная. Совершенно разная. Когда мы начинали, мы, конечно же, приглашали по большей части ветеранов. Вот сейчас на этот спектакль пошли и семьи в том числе. Ну вот семьи, да, вот через эту тему, через семейный театр, видите, заходят любые темы. А молодежь, вы вообще вот замечаете, как меняется публика? Молодежи больше стало в театр ходить? Молодежи у нас достаточно. Я даже слышала, до меня доходят слухи, что молодежь такая, культурная молодежь, продвинутая молодежь, считают это модным местом и приходят в театр Самарской площади за интеллектуальной пищей в том числе. Вот, молодежи стало больше. Замечательно. Плюс в этом году вот у нас был такой новый эксперимент, можно сказать. Мы делали мероприятие совместно с участником СВО, это мы к 23 февраля делали, с Александром Гущиным, он поэт, хороший поэт, очень хороший поэт. Вот делали там наши актеры, вот там где-то вокально ему помогали. И пришло очень много молодежи. И как молодежь слушала, и как они задавали вопросы. И потом мне звонили педагоги, говорили, что они вечером создали чат. И звонили родители, говорили, что дети так это увлечены, они создали чат и пригласили туда родителей, все это обсуждали. И молодежь волнует все. И в том числе, и я этому очень рада, и вот патриотические, патриотическая тема. Это замечательно. И то, что они потом обратку дают, это тоже очень важно. И для этого был проявлен интерес, кстати, к спектаклю «Красное вино победы». Да, то есть им стало интересно, говорят, а что у вас еще? Приходите, посмотрите наш спектакль. Вот можно посмотреть «Красное вино победы». И это очень, когда мы ездили в госпиталь к бойцам, и такая вот перекличка с этим спектаклем, о чем говорили бойцы тогда, лежа в госпитале, и о чем они говорят сейчас. Это интересно. Это не затертая такая тема подачи. Наталья Юрьевна, а вот вы уже знаете, каким будет ваше лето? Да, конечно. Это гастроли, это спектакли, это отпуск, что? Лето у нас будет спокойным. Во-первых, у нас нет таких каникул. Это один из мифов о театрах, то, что летом театр отдыхает. Нет, мы отдыхаем так же, как и все. 30 дней, обычный отпуск. 8 июля мы завершаем, уходим в отпуск. Выходим и уже 25 августа мы начинаем играть. Это уже несколько сезонов у нас, это тоже еще одна традиция. Мы начинаем играть очень рано. Не в сентябре, мы начинаем играть в августе. Жадные вы до работы. Да, мы жадные до работы. Но вы уже знаете, каким будет ваш новый сезон? Вы набросали планы? Да, а вот в сентябре, то есть сезон начнется новый, но до конца календарного года у нас как раз намечены, во-первых, поездка на фестиваль в Ростов-на-Дону. Мы едем с Островским, богатые невесты везем. На этом фестивале мы уже были в разное время, ездили туда дважды, дважды приезжали они с пустыми руками, приезжали с наградами. Вот сейчас поедем с богатыми невестами. Это фестиваль «Русская комедия», очень хороший, кстати, фестиваль в Ростове-на-Дону, действительно хороший, гостеприимный очень. Хороший театр, приезжает жюри хорошее. Вот, значит, в ноябре мы едем с Кавказским маловым кругом и, возможно, с Шутом Балакиревым, мы едем в московский дом актера имени Яблочкины. Да, есть такой проект «Театральная провинция», и мы везем один из самых многолюдных спектаклей нашего театра. Удачи вам. Спасибо. Да, то есть у нас будут поездки. Потом летом к нам после отпуска сразу приедет Александр Класько, который ставил из Петербурга режиссер, который ставил у нас спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» Достоевского. Вот, спектакль, который тоже имеет фееричный успех и очень много наград получил, и персональных, и как лучший спектакль «За пределами Самары» на всероссийских фестивалях. В Самаре тоже получал. Наталья Юрьевна, у нас время нашей программы, к сожалению, незаметно вот так подошло к концу. Я просто хочу нашим телезрителям напомнить, что сезон театральный все-таки завершается для театра «Самарская площадь» только 7 июля, и можно еще успеть посмотреть очень много замечательных спектаклей. 7 июля, кстати, это театр, кажется, последний у вас стоит, да? Крайний, крайний. Так принято говорить. Так что откройте для себя театр «Самарской площади», кто этого еще не сделал, но поклонники имеют возможность насладиться еще игрой любимых актеров. Время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. Желаю вам удачи и всему вашему творческому коллективу в большом. Напомню, гостем студии была директор театра «Самарской площади», заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова